Сходил я сейчас, делал весточку одну, сразу вспомнилась одна сестра, хорошая сестра из протестантов, пришла в православие, Елена из Украины, не называя фамилию, потому что она очень-очень боится, как бы их там кто-то еще-то не повредил. А ничего нету, и она прям мгновенно сделалась не только недружественная, а из друзей, столько благодарности было, прямо во враждебного врага, а почему? А люди сбоку, подобные, как такой был, в Америку один перешел, не буду называть фамилию, чтобы он не обижался, Виктор и вот этот Сергей Додин, буквально рыскают, где с кем я знаком, чтобы человек вышел из общины сделать его врагом. То есть, слуги дьявола, по-другому не могу назвать, это раздражение дать людям, обозвать, а я их вообще не трогаю, даже произносить не хочу с тем, который там в другом месте. У меня есть свой видеоканал, и тогда эта женщина, которой они сбили, она, вы их ролики печете, как пирожки, а у ней нет ни одного. Ну, как пирожки, но посещаемость не два человека, больше, больше, вот, два дня назад проставил с Никитой 540 человек, другие там поменьше, особенно мало, где считают златоуста, то есть, народ научается чего-то, а златоуст постепенно, постепенно там набирает где-то. Мне нравится выражение Иеремия, кто из-за счет изничтожного полезное. Вот я сейчас принес траву, эта трава, она рядом была, прямо рядом. Я Никиту спрашиваю, Никита, что это означает? Он говорит, это, наверное, из шалаша. Да, правильно. Была одна отдельная поверхность, и часть попала по дну на пол шалаша. И вот она без света, света очень мало, там через окошки попадает, но свет есть, это не сплошная тьма. Свет рассеянный такой, а это рядом та же трава снаружи, вот сейчас я ее сорвал. Это, может, прямо от одного корня, разница есть, что означает свет. Ну, есть такие места, свет миру, вы свет миру, а там и верующие. Но есть другое, что говорится, ты свет. Светом называется свет истины. Но люди возлюбили более тьму, нежели свет, ибо дела их были злые. Свет истины, это Христос. И вот где свет, там, говорит, все делающееся во свете делается явным, и есть свет явным. Почему верующие некоторые боятся записи? Только начинаешь, а зачем записываете? Мы как-то беседовали, несколько священников пришли. Я у сестры нахожусь, родной приехал в Томске. И в это время приходит один человек из них, ну, я его знаю очень хорошо, он мне не чужой. А почему моего разрешения не спросили, снимаете? Ну, какое твое разрешение? Ты не дома. К тебе в гости мы не пришли. Пришли к твоей маме. Мама твоя не против, священники, все записываем-то беседы наши-то. Ну, ты против, зайди на кухню, чтобы тебя не видели. Все умолк. То есть, вот эта скволыжность характера, вот это показать себя, когда ничего нету, она убивает в человеке всякую мысль. Откуда ты взял? Ну, и я иду по улице. В это время, прямо на меня подходит один и говорит, а вот можно вас спросить? Я говорю, спрашивайте, что? А как вы относитесь вот к высказыванию Путина по такому-то вопросу? Я голову поворачиваю, огромная такая камера на плече, видно же со студии. Откуда бы я знал, что он? Я еще не надо меня снимать. Ну, снимаю, я отвечаю, отвечаю как есть. Просто, наконец, звонят с ГТРК, вы знаете, что такое ГТРК, Алтай. А вот мы хотели у вас взять интервью. Ну, кто? Шубин там один есть, Валерий. Очень известный репортер и говорит прекрасно просто. У него такая дикция. И он записывает мою биографию. Записывает все, на дна там пришел. Тут аппаратура у него, все. Но он записывает на магнитофон, тогда еще видиков не было. И теперь он едет куда-то, какие-то у них там, как, не соревнования, или как назвать, когда сравнивают, кто лучше делает. И он там опять победителем каким-то делается. Нравится? Да, нравится. Но он там пока поставил песнопение на слова Николая Рудцова. В этой деревне огни не погашены, там еще что-то. Я вот траву обмазновенную взял. У меня уже эта тема. Тема. Это явным есть. Вот это свет при свете. Один при свете, у него все зеленеет, у него все есть, у него могут быть и ролики, и духовные дети, и у него питание, и словословие, непрерывная молитва. Друзья везде есть, врагов хватает. А эта одна сидит закрытая. Но свет маленько проникает, маленько проникает. А если совсем света нет, оно, ну, как картофельные ростки, когда в погребе есть. Посмотрите, какие они, какого света и прочее. Мне нравится вот эта. Вот эту траву корова есть не будет, эту будет. Вот здесь, ну, хлорофилл, как говорят, я не беру уже разбирать, что. Обыкновенная трава. За короткое время идут дожди, она так выросла. Там тоже выросла. И вот у меня друзей, допустим, 5100 в Mail.ru. Я все время подчищаю, потому что некоторые меняют фотографии. И если на фотографии я увижу какой-то там другой значок стоит, храм или что-то, я его не разговариваю, выбрасываю. Зачем? Он скрывается. Или какую-то выдуманную фамилию, там, ну, какие-то знаки. Я сразу расстаюсь. То есть я его принимал, когда в друзья. Большинство, абсолютно, из 5000, это 4500, которые ко мне просились. А остальные познакомились там или встретились, и я им предложил, чтобы им можно было отсылать в прошлые времена. Если в очках в темных, я его выкидываю из друзей. Вот зачем? Он света боится. Он скрывает лицо свое. Да как это так? Ну, это мое мнение. Я тебе не настаиваю, кто слушает. Это у меня такой навык. Я знаю, что от этого человека я в любое время могу ожидать чего-то. Он скрывается. Под разные фамилии. То Эйнштейна поставит, то Сталина вместо себя, то еще что-то. Это не он. Я не хочу дружить с теми, кого ставят с покойниками. Я их не знаю. Я всегда поступаю открыто. Всегда. Вот как люди боятся. А, мой телефон опубликовали, теперь житья бы не будет. Звонят. Или какой возраст? 102 года. Еще-еще они друг у друга учатся лгать. Это ложь. Ложь от дьявола. Почему мне не будут звонить? Я объявления даю об лагере. Это газета. Газета центральная. Местные газеты. Везде. Кроме того, отдельно. Многотысячные делаются. Бывают. Она напечатана. Несколько объявлений. На столах везде обратный телефон. Стационар. И мобильный. Мобильный. 8. 961. 230. 70. 60. Ну и в книгах во всех. А книги 38. Даже по тысяче. А некоторые-то издавали не по тысяче, а больше. Некоторые материалы изданы в 150 тысяч экземпляров. И везде телефон. По радио выступаю. Везде даю свой телефон. Даже я не могу назвать где. В интернете. На канале. Телефон. На форуме. Телефон. На мейлру. Везде телефон и обратный адрес. Обратный адрес. Так это житья не будет. Ничего подобного. А бог. Одно время только было. Поп поднялся один. Натронил детей на нас. Ребятишек. Они стали звонить. Ну на них тоже нашлась управа. Они звонят. Я не отвечаю. И на этом все кончилось. Нету. Бог охраняет. Я говорю, что мои телефоны не в тысячных экземплярах. А шестизначными цифрами. Печатаются. Ну тем более в интернете. И никто не досажает в среди ночи до девяти по местному. До девяти звонить можно. Ну по Москве это получается двенадцать часов будет уже. Нет. Там наоборот. Шесть. До шести вечера. А звонят часто. Очень и очень редко. И извинится человек. Я не знал. Это другое. Ваше время я перепутал. И другое. Повторяю. На сотни тысяч известных телефонов моих позвонит может быть один. И один в течение года. А это прямо трясутся из себя. Вот это вот состояние этих людей. А это наше. Это открытое при свете. У меня ничего нет. Полная моя биография. Как я жил. Что есть. Я всегда публикую и говорю. Вот такие непорядки в Потеряевке. Я все открываю. И прямо беру интервью. Некоторые начинают даже свое упрекать. Вы говорите. Да никто никогда не приедет. Видя какие у вас там бывают. Я об этом не думаю. Последствия всего Бог берет на себя. Моя задача быть верным в слове его. Верным. И в проповеди. Я говорю такое. Что вчера ко мне приезжает человек и говорит. Вот мы смотрели. И вы такой архиерею говорите. Ой-ой-ой. Да какой же архиерей так кроткий-то. И тот вытерпел архиереи. Второй и третий. Да они бы. А что они? Я говорю правду. Я не заботюсь о дальнейших наших отношениях. Иначе какой бы. У меня глаз пророческий должен быть. Книги пророческие. Мои книги в пророческом духе. Священники против книг. А сейчас приезжает с одной епархии и говорит. Священники-то что? Выманываетесь из библиотек вашей книги. Говорят, что они нужны для семинарии. А тут, говорит, растаскивает их по одному тому. Я уже не за одной епархией узнаю. Ничего с моими книгами не сделать. О ней перейдили на столетие или большее время. Меня не будет. Будете искать по одной страничке. И на нашем форуме вы найдете это все. Там и книги, и все поставлено. Я и говорю, и пишу, и Путину, и патриарху. Мне это дано. Дано, и я не боюсь сказать. А вы о себе говорите. Так есть что сказать. Павел говорит, более всех потрудился. И более и более перечисляет, пострадал. Вы нигде не были. И не надо, зря я ни на кого не нападаю. Я просто говорю, вот так спасешься, вот так не спасешься. Четко и ясно. Вот я увидел траву. Вот эту корову есть не будет. Она ей не нужна. Ну, может быть, в нужде. А эта, эта переработана будет на молоко, на творог, на сливки, на сыр, на масло. А как? Никто не знает во всем мире. Это тайна. Мы окружены тайной. И в этой тайне мы должны находить хотя бы слабые лучи, которые в нашу душу проникнут. От Бога мощный свет. Бог открывает. Бог дает. Тайна. Как зелень получилась? Никто не знает. Как тут молоко? Где у нас сливки? Где масло? Как мясо образуется? Жир, сало, рога, копыта. Никто не знает? Никто. А надо ли знать? Об этом не знаю. А почему вы об этом говорите? А у него написано, я как вино, в котором переполнен сосуд. Я с кем бы ни разговаривал, только подойдет я сразу. Вот эта тема, трактор, и начинаю о тракторе говорить и подведу ко Христу. Мне это дано. Аудитория какая, меня не касается. Какая? Там министры сидят или кто. Я с разными людьми беседую. Уж профессора, да я рассказываю. Там конгресс интеллигенции, края, коллоквимы. Меня везде призывают. И дают времени всегда в два раза меньше. В семь, десять минут мне пять. Всегда. Как будто бы сговорились. Но в пять минут я скажу больше, чем они в десять. Почему? Бог. Я всюду подчеркиваю. У меня нет никакого образования, кроме десять классов и строительный техникум. И не оконченное высшее мореходное училище. Потому что я начал свидетельствовать, и мне предложили или, или. Я пошел. Вот травинка, из которой мы выжили сок другой, познание Бога. Ничего не надо скрывать. Ничего. Если есть скрытое, и ты это не удержался, сказал, не требуясь другого. Ты сам не удержал тайну. А какая тайна где-то? У меня в жизни ни разу не было, кому бы я запретил записывать наши беседы. Или где-то еду, снимали, сказал, не надо. Или не дал свой телефон. У меня визитки в кармане. Кто бы ни приехал. На каждой визитке. На каждой. А это их перепечатают наши визитки. С других епархий просят и раздают. Это может быть тысячи каждый день, которые считают. И никто не хулиганит, чтобы звонить по телефону, писать письма. Нет этого? Просто нету. Да невероятно. Вот в этом и дивен мой Бог. Я ему доверился полностью. И он ведет и делает. Вот сегодня Володя вышел, занимается хлеб стряпать. Сергей Пупков побежал собак кормить. Вот Никита здесь рядом снимает. Я сказал, сегодня идти на дамбу мы не можем. Видимо всю ночь шел дождь и там по 10 килограмм на каждую ногу налипнет. Поэтому работать надо здесь. В лагерь размонтировать, приготовить его к зимнему станету. Законсервировать. Многое убрать можно. Занести. И я тебя попрошу, Никита, тоже. Если можно, оденься. Возьмем лопаты. И где мы молимся от мошки. Там бульдозер я один раз. Он двинул, но пошли дальше. Но он сдвинул почти все. Теперь надо разровнять, как мы вчера разравнивали в другом месте. Бульдозер торопился. И я сэкономил на том, что торопились кое-что. Потому что он был только 7 дней. Хотя запрограммирован был на 9 дней. Поэтому где-то недоделан он стал тонуть. В другом месте там минуты решались. Дальше наступила ночь. То есть разные причины побуждали закончить раньше. Я очень доволен. Хотя мне подходит, а что он так сделал? А тут не так. И вчера только человек один, который грейдер дал, приехал вместе с ним впереди и показывал, куда ехать. И он только сказал, смотри, грейдер, отработал бульдозер-то. Бульдозер, а как ровно сделал-то? После грейдера осталось хуже, чем было. Но грейдер, именно главное направление дал сгрудел-то. Но остальное от него не зависело. Потому что сырое все было. Вот так мне хочется, чтобы научились на все смотреть. Здесь света нет. Это, кажется, 5-20 Исаии говорит, если нет в них света. Говорят, не по закону Божьего, нет в них света. Это свет. Делайте различие. Свет это все делающееся явным, делается свет. Никогда не бойтесь открыто сказать, назвать свою фамилию. Там, где живешь, год рождения. Какая тайна? Ну, прям умирают от страха. Там разные фамилии, какие-то знаки дают. Какое, говорит? Как пишет Евгений Автушенко, обалденная. Как все забегали. Есть Божий суд. Он это показывает, как все бегали. Почему боитесь суда Божие? На суде Божьим все будет известно. И этого бояться не надо. Итак, Никита, я тебя там жду. Одевайся. Рядом пойдем. Лопату, если найдешь, подправим. Там сухой грунт. Ну, где молимся? Молимся. Я пошел. Я пошел.